Схема развития всякого сепаратизма В России в силу или с одной стороны глубины как бы социальных противоречий, потому что аналога крепостному праву не было. С другой стороны, может в силу нетерпения интеллигенции революционной, накал противоречий, накал революционной борьбы был больше, чем в европейских странах. Когда стали происходить изменения в самой Российской империи и в окружающем мире, это первая революция в Австро-Венгрии, когда Австрия распадается на две части, австрийскую и венгерскую, и Венгрия получает статус равноправного участника этой империи. И на этом фоне, на территории Российской империи, в частности в Украине, появляется идея о федерации России, где бы Украина и не только Украина, но и другие народы, которые проживали на ее территории, получили бы автономию, культурную автономию, возможно экономическую, политическую. После разгрома декабристов, распуска большинства масонских лож, организуемых по инициативе поляков к раздуванию пожара украинства, подключились и низшие по отношению к дворянству сословия – разночинцы. Наиболее известным обществом подобного толка было Кирилло-Мефодиевское братство – тайная политическая организация, созданная в 1845 году. Состояло оно преимущественно из молодых интеллигентов, а ведущими идеологами этой организации являлись Пантелеймон Кулиш и Николай Костомаров. Самым известным братчиком был Тарас Шевченко. Весной 1847 года братство было раскрыто, а большинство его членов заключили в тюрьму и сослали. Для этого движения, ну, в большом счету для тех деятелей, которые мыслили как-то трезво, вот независимость Украины, она была отдаленной мечтой. Многие надеялись просто на федеральное переустройство России. Или просто надеялись на революцию, что общая русская революция создаст какой-то шанс. Были более радикальные высказывания. Гулак Артемовский заявил о том, что Украина имеет справедливое право на свою государственность. Идея, наверное, была. Она была каким-то образом была заронена. Некоторые интеллектуалы пытались ее сформулировать, отшлифовать, отгранить и выстроить. Возможно, очень маленький срок прошел. Вообще, говорят, идеи как таковой, наверное, ну, скажем, 150 лет, да, с середины. Вот Кирилло-Мефодиевское братство, Костомаров, Шевченко и компания. Вот они пытались тогда это начать выстраивать, при том, что нисколько не отрицалось и не шло в ущерб, скажем, большой России. Они все были подданными большой Российской империи и участвовали и в государевой службе, и в военной службе. И как-то это все было едино и полезительно всем, обоюдо полезительно. Следующий этап, он приближается уже к Первой мировой войне. На этом фоне появляется снова идея о независимости Украины. В частности, она была связана с такими известными украинскими деятелями, как Дмитрий Донцов и Михновский. Появилось в 1918 году это явление, когда Украина получила независимость благодаря внешним обстоятельствам, то есть революция в России и вооруженный переворот большевиков в Петрограде. То есть Украина получила независимость, не борясь за нее. То есть просто внешние такие обстоятельства. Но опять-таки не получила массовую поддержку идея независимости среди населения. Опять-таки ограничивавшись только среди элиты. В русской, особенно эмигрантской литературе, существует давнишняя тенденция объяснять украинский национализм исключительно воздействием внешних сил. Оторвавшись от русской революции, идеология умирающего сословия интеллигенции привелась к австропольской реакции. Теперь уже не Костомаровы и Драгомановы, а Галицийское народовство берет на буксир лишившуюся руля Днепровскую ладью. Украинофильство попадает в чужие, неукраинские руки. Киев склоняется перед Львовом. Николай Ульянов. Происхождение украинского сепаратизма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин